Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем читать воскресное Евангелие. Это Евангелие от Матфея, 72-е зачало, 17-я голова, с 14-го по 23-й стих. Это Евангелие начинается словами «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек, и, преклоняя перед ним колени, сказал Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его». Сегодняшнее Евангелие — это Евангелие об исцелении бесноватого отрока. Мы видим, что этого отрока бросало из одной крайности в другую. Его отец говорит о нем, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Казалось бы, огонь и вода — это такие противоположности. Это как бы несовместимые понятия. Но несовместимость понятий — это характеристика этого возраста. Действительно, юношество увлекается то одной крайностью, то другой крайностью, и родители не успевают за сменой тех интересов, которые они проявляют. То родители испытывают восторг, что ребенок как бы потянулся к вере, то они узнают какие-то детали, подробности этого движения и переживают грусть, печаль и разочарование. Однажды был случай, когда в центр реабилитации, где я тружусь, тогда я трудился в храме преображения Господня, иконы Божьей Матери, всех скорбящих радостей. Пришла одна женщина, и она рассказала, что ее дочь попала в секту сатанистов, и она не знала, что делать. Я попытался побеседовать с этой девочкой, разговор не очень получился. Потом, через какое-то время, мать звонит и говорит, хорошие перемены, она сидит и читает Библию, и что-то выписывает из нее. Я сказал этой женщине по телефону, не спешите с выводами, надо понять, зачем она это делает. И действительно, через некоторое время мать перезванивает и очень расстроенная говорит. Я имела разговор с дочкой, я ее спросила, почему она читает Библию, и дочка ответила так. У меня нет денег на Станинскую Библию, сказала она. Мой наставник мне сказал, читай христианскую Библию, выписывай из нее все, что найдешь, интересное, и делай все наоборот. Действительно, из одной крайности в другую впадают молодые, и мы не успеваем за перемены их интересов. Мы перестаем их понимать, потому что особенно поколение смартфона – это немножко другие дети, чем нежели такими, какими были мы. Сейчас очень мало детей, которые читают книги, любят книги. И другая проблема наших детей – у них мерцающее восприятие любой информации. Смотрите, как они смотрят телевизор, они не способны смотреть какую-то одну передачу или какой-то один фильм, они все время перепрыгивают с одного канала на другой. И если вы недавно посещали кинотеатр тот или иной, вы, наверное, обратили внимание на то, что они сидят перед экраном, казалось бы, пришли смотреть фильм, а все уткнулись в то же время в свои смартфоны. Мерцающее восприятие, сознание, нет собранности в принятии информации, такие мерцающие скачки, мерцающее сознание от этого рождается, они не могут сосредоточиться на чем-то одном. И вот этот мужчина, он измучился, что с его сыном были такие проблемы из одной крайности в другую, и он приводил уже этого мальчика к Иисусу Христу, но почему-то не застал Христа, и он говорит, я приводил его к ученикам твоим, то есть к апостолам, и они не могли исцелить его. «Иисус же, отвечая, сказал, урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Кому обращены вот эти слова Христа, урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Чтобы это понять, мы читаем далее. «И запретил ему, то есть духу, бесу, Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Сей же род — это род бесовский. Значит, слова о род неверный и развращенный относятся к злым бесам, которые развратили свое ангельское мировосприятие, произволение и оказались теми, кем они оказались. Но есть точка зрения, которая тоже высказывалась некоторыми экзегетами, что он имеет в виду нашу неспособность решать такие проблемы. Потому что мы мало постимся, мало молимся, а без поста и молитвы преуспеть в чем-либо, особенно в воспитании собственных детей, достаточно сложно. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Во время пребывания их в Галилее, читаем далее, Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечались. А почему после всех этих событий, этих слов о посте и молитве, Христос прибавляет вот эту информацию, делает для них сообщение, что ему предстоит умереть? Потому что силой умершего Христа и воскресшего Христа мы обретаем возможность противостоять силам зла, одерживать победу над злыми духами. И давайте вспомним, что в Новом Завете есть такой образ, когда будет труп, тогда соберутся орлы. И труп – это Христос, который своей смертью смерть попрал. Орлы – это апостолы, которые воспарили над всей Вселенной с вестью о том, что кровь Иисуса Христа, его смерть умершвляют, смерть греховная, нравственная, моральная. И мы обретаем вечную жизнь в Боге и с Богом. То есть, как я часто говорю, мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. И важный момент, на который надо обратить внимание. В наше время очень многие идеализируют молодость, юность. Они воспевают эту пору в жизни каждого человека. Они говорят, особенно молодым, что это золотые годы их жизни, что они должны оценить важность этого времени. На самом деле, действуя таким образом, мы подставляем нашу молодежь. Мы, наоборот, должны говорить нашим молодым, что молодость, юность – это опасный период в жизни человека. Детство – это благостный, светлый период в жизни человека, как Христос взял дитя, поставил среди апостолов и сказал, если не умолитесь, как дитя, не войдете в Царствие Небесное. Старость – это благостный период в жизни человека. Закон Божий учит перед лицом святого «вставай», то есть почти седины. Но юность, от юности борют нас многие страсти. Иов многострадальный восклицает, «Кости мои напоены грехами юности моей и вместе со мной хотят лечь в могилу». Поэтому нам не надо обманывать нашу молодежь. Когда наш ребенок из детского возраста переходит в возраст юности, мы должны предупреждать его о тех опасностях, которые сопряжены с этим возрастом. Потому что в момент полового созревания, когда перемены гормональные происходят в телах наших детей, всплески чувств, наложенные на личную неопытность, и многие впадают во всевозможные грехи. И в книге «Притч» сказано, «Увидел я неопытного юношу, который шел по улицам города, а навстречу к нему спешила блудница». И в то же время современный нам мир воспевает юность и молодость. С чем это связано? Это связано с тем, что это период экспериментов с собственным телом в жизни очень многих людей, и это период многих падений. На Руси боролись с этой нравственной, моральной невменяемостью этого периода ранними браками. Когда девочек рано выдавали замуж, юноши тоже рано женились, но таким образом они обретали нравственную и моральную вменяемость, чувствуя ответственность, которая налагалась на них, и таким образом входили в мужеский зрелый возраст в своей жизни достаточно рано. Сейчас мы думаем о чем угодно. Мы даже отговариваем детей от вступления в брак, мы говорим, нет, сначала получи хорошее образование, нет, потом тебе надо еще поработать, накопить какие-то средства. И получается так, что это растягивается до 30 лет, до 35 лет, в некотором случае до 40 лет. Это страшно, потому что в нравственном, моральном смысле там от человека мало что остается. Поэтому очень важно осознать то, как сказано в книге притч, наставь юношу в начале пути его. Что значит в начале пути? Когда он только входит в этот возраст, и он не уклонится в одни старости. Как по поводу этого стиха, я часто замечаю, казалось бы, конструкция этого стиха немножко неправильная. Наверное, надо было бы написать, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится во все дни жизни своей. Так не сказано. И он не уклонится в одни старости. Почему так сказано? В юности все равно он уклонится. В юности все равно какое-то отступление обнаружится в нем. Но годам к 60-ти, к 50-ти он вернется в Церковь Божия. Поэтому, когда вы сеете в ваших детей доброе и разумное, когда вы их отводите на занятия в воскресной школе, когда их вводите к Таинствам Церкви, а потом лет 14-15 им они перестают ходить, вы не должны думать, что вы потеряли время. Нет. Все, что вы заложили в них, благостного и разумного, поможет им с меньшими потерями пройти самый сложный период в жизни человека, период крайностей, когда человека буквально бросает в огонь и в воду из одной противоположности в другую, и с меньшими потерями обрести вменяемость и устойчивость в пожилые годы своей жизни. Но есть юность, которая никогда не расстается с Христом. В свое время я обратил на это внимание, я задался вопросом, какая молодежь не покидает Церковь, какая юность продолжает служить Христу, несмотря ни на что. Я обратил внимание на то, что с нами в храмах остаются мальчики-алтарники, девочки-певчие и чтицы, а отроки-звонари-певчие, какой-нибудь скаутский отряд. То есть для молодых очень важно быть задействованными в домостроительстве существования приходской жизни. Они не могут быть просто статистами, просто наблюдателями происходящего в храме на приходе. Так их надолго не хватит. Когда детям 10 лет, 11, 12, они очень охотно ходят в храм. 7 лет, 8, они в восторге. 13, 14, энтузиазм пропадает. 15, 16, они уже почти не ходят в храм, а дальше мы их не видим на приходе. Поэтому мы не должны подставлять нашу молодежь. Мы должны объяснять им в начале пути их вхождения в этот сложный период, что это время крайностей. Апостол Пабел писал наставление юному епископу Тимофею. И в этом наставлении, это два послания, он пишет, «Никто да не пренебрегает юностью твоей, ибо юность Тимофея была посвящена Христу». И мы радуемся за ту нашу молодежь, которую видим на приходе. Мы с радостью всматриваемся в их светлые лица и желаем им блага. Но если у наших детей есть проблемы, поспешим принести их ко Христу в нашей молитве. Привести ко Христу, как поступил вот этот евангельский отец, который, преклоняя перед Христом колени, подошел к нему и сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросает его в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Может быть, вы тоже приводили вашего отрока, юношу, девушку, девицу, к священнику, и те едва ли смогли помочь. Но усердная молитва, обращенная ко Христу, усиленная церковными молениями за вашего ребенка, может избавить его от крайностей этого самого сложного периода в жизни человека, начиная с которого многие страсти одолевают и беспокоят его. Дай Бог нашей молодежи нравственную, духовную, моральную вменяемость добудут радостью для наших сердец и усладой для глаз. Особенно болезненно переживают эту ситуацию те верующие, дети которых не ходят в храмы. но они видя тех молодых людей, девушки, юноши, которые ходят в храме, конечно, воздыхают по поводу своих, но хотя бы в них видят надежду на будущее этого прихода. Если в церкви, как говорил отец Александр Шмеман, слышен детский крик и даже плач, у этого прихода есть будущее. Если на наших приходах встречаются молодые лица, мы видим детей разных возрастов, молодежь разных возрастов, этот приход имеет будущее, он имеет продолжение. И дай Бог, чтобы каждый родитель в день суда перед Богом смог бы сказать, Господи, вот я и дети, которых ты дал мне. Ибо закон Божий, предупреждая нас о чем-либо, говорит, не ты, не сын твой и не дочь твоя. То есть заповедь, обращенная каждому верующему, это заповедь, обращенная и к его детям. Не будем забывать об этом, будем помнить об этом. Спасибо.